МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На другом конце материка обсуждали все равно Дальний Восток. Губернатор Владимир Миклушевский рассказал коллегам об инвестиционных успехах Приморья. И нам есть чем похвастаться. Предприниматели хотят деньги вкладывать в наш край. Все дело в условиях. На Дальнем Востоке они одни из самых комфортных в стране. Это и территория опережающего развития, и свободный порт Владивосток, помощь с инфраструктурой и всевозможные дополнительные льготы. Интерес к Дальнему Востоку подтверждают цифры. За первые три квартала 2016 года больше половины всех иностранных инвестиций, которые пришли в Россию, ушли именно на Дальний Восток. Первое место среди инвесторов занимает Япония, затем Южная Корея и Китай. Сегодня на Дальнем Востоке работают больше 500 проектов с государственной поддержкой. Но кроме итогов говорили и о планах. Русагра намерена инвестировать дополнительный миллиард долларов в молокоперерабатывающую промышленность Приморья. Компания уже даже знает, куда будет его отправлять. Только в соседнем Китае дефицит молока 20 миллионов тонн в год. А у Приморья, как раз кстати, уверены предприниматели, потенциал молочного производства практически бесконечен. Понаставят в Михайловском районе ферм и заводов и обеспечат молочком все страны АТР. И не только молоком. Еще в планах Русагра вытеснить всю импортную свинину с рынков на Дальнем Востоке. Это примерно миллион голов в живом весе. А после заполонить приморской свининкой еще и рынки Китая, Японии, Кореи и Индии. Производство свинины в крае хотят увеличить в 10 раз. А еще мечтает инвестор. Откроет производство питьевой воды. А мне-то что, спросит Мария Ивановна. А вот что. Если количество предприятий в крае увеличится, улучшится инфраструктура. Причем деньги на это пойдут сразу из нескольких источников. Сами инвесторы будут строить дороги, линии электропередач и водоводы. Это даже закрепят законом. А еще правительство будет выделять гранты регионам, которые достигли наивысших показателей в экономическом развитии. А также это дополнительные рабочие места, куда сможет устроиться Мария Ивановна и ее родственники. В общем, логика здесь очень простая. Больше предприятий успешно работают в регионе. Стало быть, больше возможностей для строительства нового жилья, дорог, школ, больниц и других важных для региона социальных объектов. А рынок будет пополняться качественными товарами местных производителей. Тема инвестиций сейчас одна из самых животрепещущих. Их будут обсуждать и на предстоящем Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре во Владивостоке. А пока об инвестициях и развитии региона мы поговорили со школьниками. Инвестиция Что-то связанное с умом, что-то связанное с чтением. Какое-то шоу, или же какой-то магазин, или телепередача. Ну, раз это предостраняется все по телевизору. Вот такое что-то. Что-то знакомое. Очень. Я думаю, это какой-то остров. На самом деле инвестиции – это когда предприниматель вкладывает свое имущество. Это могут быть как деньги, земля, ценные бумаги или что-то другое, чтобы получить прибыль. Иногда инвестиции путают с кредитами, но между ними есть принципиальная разница. Инвестиции, в отличие от кредита, можно потерять частично или полностью. На этом все. Будьте в курсе новостей экономики. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова